Считается, что наиболее вероятное место для появления призраков – это кладбище, старые дома, замки. Но иногда призраки встречаются людям там, где их никто не ожидал. Например, на оживленных улицах города, в подъездах, в метро и так далее. Вашему вниманию хотим представить случаи появления призраков в необычных местах. Верить в них или нет, остается право за вами. Итак, начинаем. На этих кадрах мы видим, как девушка спускается по ступням вниз. И сразу же ей навстречу идет призрачный силуэт. Девушка быстро среагировала и дала дёру назад. За несколько секунд эта призрачная сущность с огромной скоростью помчалась наверх. Видимо, она решила догнать эту девушку. Если посмотреть внимательней, то этот призрак нам напоминает человека, одетого в чёрный костюм. Немного можно даже рассмотреть его лицо. Что это может быть, сбой камеры или на самом деле призрак? Если это был сбой, то чего же девушка перепугалась? И что это была за тёмная тень, которая полетела вверх за девушкой? На этих кадрах видно, как три девушки решили покататься на американских горках. Одна из них включила камеру, чтобы заснять эти впечатляющие моменты. Адреналин просто переполнил их, и они начали кричать. Казалось, ничего необычного здесь нет. Но если внимательно посмотреть, то в той девушке, которая сидит на заднем плане, лицо сильно изменилось. Оно стало очень пугающим. Одни предполагают, что в неё вселился злой призрак. Другие считают, что эта девочка является рептилоидом. В большом эмоциональном состоянии он показал на мгновение своё истинное лицо. Сообщается, что данный видеоролик был снят в Сирии ещё в 2013 году. На кадрах мы видим несколько человек, которые чтят Коран. Неожиданно на заднем плане проходит женщина, одетая в чадру. Странным становится ещё тот факт, как она быстро перемещается, словно летит над землёй. Потом в конце своего пути и вовсе исчезает или проходит сквозь стену. Все задаются вопросом, неужели эта женщина является призраком, поскольку обычный человек не может так передвигаться? Судя по кадрам, мужчины её тоже не заметили, ведь нет у них никакой реакции на это. Зловещий сгусток энергии был зафиксирован сотрудниками полиции в перуанском городе Уараси, и специалисты в области паранормальных явлений ломают теперь головы над тем, что же это было такое. В определённый момент оператор за пультом неожиданно заметил неясную тень предположительно паранормальной природы. Полицейский утверждает, что никогда не наблюдал прежде ничего подобного. На представленных кадрах можно отчётливо лицезреть, как загадочная сущность приближается к авто, пару секунд отдыхает на капоте машины, затем улетает дальше. Возможно ли это был настоящий призрак или что-то вполне вземного происхождения? Ломают теперь люди голову над этим, которые посмотрели данный видеоролик. Этот видеоролик был снят в общежитии камерой внутреннего видеонаблюдения. На кадрах мы видим женщину, которая подошла к умывальнику, чтобы умыться. После того, как она сделала своё дело и начала идти к своей комнате, вдруг внезапно её что-то толкает, и она еле сдерживает равновесие. Женщина оборачивается назад, но там нет никого. Если внимательно посмотреть видеоролик во второй раз, то мы можем заметить, что за её спиной появилась призрачная тень, которая, по всей видимости, толкнула её и быстро исчезла. Женщина так и не смогла понять, что же на самом деле произошло. Жуткий видеоролик был снят в парижском метро. Сообщается, что одна женщина возвращалась домой с работы поздно ночью. В вагоне не было ни одного человека. Неожиданно в дверном окошке она заметила жуткое лицо, которое наблюдало за ней. На человека оно не похоже, поскольку голова была мутная, и также оно странно выглядело. Женщина считает, что это был настоящий призрак. Она его очень испугалась и попыталась достучаться к контролёрам. Когда они открыли дверь, то предполагаемого призрака уже не было. Все задаются вопросом, мог ли это быть самый настоящий призрак или нет. Где-то в России местный житель у себя дома в окне заметил облакоподобную фигуру, которая перемещалась из стороны в сторону. Он сразу же достал смартфон и начал её снимать. Позже она зашла за забор и больше не появлялась. Автор ролика написал, что это не было дымом, поскольку там нет никаких источников для его появления. Эта фигура вела себя естественно и создавалось такое ощущение, что она живая. Мужчина уверен, это был настоящий призрак. Во время игры на американском футбольном поле появилось паранормальное явление. На кадрах мы можем видеть, как через поле пробегает прозрачный человек, после чего он внезапно растворяется в воздухе. Становится невероятным ещё тот факт, как он с довольно большой скоростью бежит. Иногда создавалось такое ощущение, будто он взлетает. Спортсмены не могут так быстро бегать, поэтому напрашивается только один вывод. Это настоящий призрак или иная потусторонняя сущность. Конечно, не все в это поверили. Но и объяснить данное явление никто не может. В штате Небраска, США, камера зафиксировала нечто невероятное. Пользователи интернета, которые верят в паранормальное, считают, что на кадрах появился дух умершего человека, который перелетел улицу, а затем проник в дом. Странное парообразное вещество попало в кадр в тот момент, когда оно проскользнуло сквозь тёмную улицу перед домом. Этот призрачный туман совсем не похож на насекомое. Это не может быть куском мусора, развивающимся в воздухе. Ветра на кадрах вообще не видно, что можно судить по неподвижным листьям деревьев и растениям в горшках. Некоторые из комментаторов предположили, что это духи умерших людей, которые искали укрытие под покровом ночи. Другие посчитали, что этот призрак явно летел с определенной целью. Камера внутреннего видеонаблюдения, установленная в многоэтажном доме, засняла паранормальное явление. Сначала на кадрах видно, как по ступенькам спускается молодой человек. Потом неожиданно навстречу к нему поднимается призрачная тень. Она прошлась по коридору и исчезла с поля зрения камеры. Судя по кадрам, человек её совсем не заметил. Может ли это быть настоящим призраком, которого возможно было увидеть только с помощью видеокамеры? Или камера дала сбой и просто размыла изображение человека, и нам показалось, будто это был настоящий призрак? Этот пугающий видеоролик был снят в Иране. На нём видно, как женщина в кухне смотрит в свой телефон на время. Неожиданно в окне появился призрак девочки с длинными волосами. Женщина от испуга дёрнулась к стеклянным дверям. Но оказалось, что они были закрыты. Она в истерике сильно стучала в них. Их никто так и не открыл. Потом призрак девочки с длинными волосами куда-то исчез. Женщина увидела, что его больше нет, и тут же успокоилась. Потом выяснилось, что этот видеоролик оказался пранком. Но женщина испугалась по-настоящему. Она обратилась в полицию, чтобы наказать хулиганов. Пресс-служба русского драматического театра «Мастеровые» сообщила загадочным явлением в здании театра. Камера видеонаблюдения зафиксировала появление призрака. На опубликованных кадрах видно непонятное полупрозрачное образование, которое зависает над столом и перемещается из стороны в сторону. К сожалению, короткая длительность ролика не позволяет выяснить, что произошло в дальнейшем. Вполне возможно, что из-за коронавирусной эпидемии и продолжительного отсутствия людей, театр «Мастеровые» стал пристанищем для потусторонних сущностей. Молодожены Рик и Саманта, которые живут в городе Хендерсон, штат Кентукки, США, всерьёз задумались о переезде после того, как камера наблюдения, установленная снаружи их дома, уловила нечто необъяснимое. По мнению американцев, в объектив записывающего устройства попало привидение. Ролик демонстрирует полупрозрачную человеческую фигуру, шагающую по асфальту и оставляющую позади себя бледный шлейф. Под конец записи предполагаемый фантом буквально растворяется в воздухе, словно дым. Разумеется, многие пользователи всемирной паутины посчитали, будто в произошедшем нет ничего сверхъестественного. Дескать, у камеры слетели настройки, и она начала снимать с длинной выдержкой. Однако, даже если предположить, что это был обычный прохожий, как тогда объяснить его внезапное исчезновение? Охотники за привидениями Тим Мэтьюс и его уникальная команда решила прийти в заброшенный театр «Старый Ник», расположенный в городе Гейнсборо английского графства Линкольншер. И им удалось снять здесь нечто загадочное. При просмотре отснятого материала один из участников заметил явно пранормальный фрагмент. В момент, когда его коллеги склонились над столом, стоящим посреди сцены, в объектив камеры залетел с непонятно откуда лист бумаги. Тим Мэтьюс сказал, что это явно знак из тонкого мира. Во-первых, никто из нас не ронял лист бумаги на землю, это мы помним точно. Во-вторых, он летит совсем не так, как если бы это падал реальный лист, тем более со стола. Посмотрите, он возникает словно ниоткуда, пересекает комнату и даже поднимается вверх сам по себе, что уже сверхъестественно. В городе Сан-Франциско США одному мужчине у себя дома удалось заснять на скрытую камеру, зафиксированную на полке шкафа сверхъестественную активность. На кадрах мы можем увидеть, как ниже потолка промчался какой-то дым. Когда мужчина просмотрел отснятый материал, то был просто ошарашен увиденным. Он считает, что скорее всего это могло быть призраком, поскольку других объяснений у него нет. Ведь все двери и окна были закрыты. На кухне ничего не горело. Откуда там мог взяться этот дым? Комментаторы под роликом считают, что в комнате могло случиться краткое замыкание или этот дым мог попасть с вентиляции. На этом сегодня всё. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока и до скорой встречи!